Всю среду Гродненцы, да и вся страна, следила за развитием событий, происходящих недалеко от посёлка Гожа. Там горел лес. Как на итоговом брифинге, журналистам рассказал первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Ясев, площадь горения составила более 30 гектаров. И это к моменту ликвидации пожара. Более точно нанесённый ущерб специалисты оценят позже. Преждевременно пока говорите о том, по какой причине произошло такое серьёзное ЧП. С этим сейчас разбираются следователи. Стоит отметить, что довольно серьёзный экзамен, которым можно считать этот большой пожар под Гожей, гродненские спасатели сдали на отлично. Отработанные алгоритмы действий, наличие и достаточное количество спасательной техники и людей позволили противостоять стихии и не допустить жертв. При том, что к эвакуации в случае необходимости населённых пунктов, находящихся на пути огня, были готовы. Непростыми были и условия, в которых пришлось бороться с огнём. Сложность заключалась в том, что дул сильный ветер, шквалистое усиление наблюдалось, поэтому огонь перебрасывался, быстро распространялся. Но, тем не менее, было задействовано необходимое количество сил и средств. 346 работников было задействовано, 70 единиц техники. В 17 часов было проведено заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где выработан план ликвидации этого возгорания, и соответствующие службы получили необходимое поручение. На данный момент пожар ликвидирован, осуществляется окрауливание и дотушивание где-то мелких очагов возгораний на площади горения. Всего с начала года в области произошло 212 возгораний сухой травы, 29 эпизодов пожаров в лесах, и это статистика только тех случаев, когда к тушению привлекались спасатели пожарные. Некрупные возгорания в лесах, например, тушат работники лесных хозяйств своими силами. Этот крупный пожар, а также крайне неблагоприятная погодная обстановка, жаркая сухая погода, отсутствие на протяжении длительного времени дождей и сильный шквалистый ветер послужили причиной объявления 4 класса пожарной опасности. В этом случае вводится полный запрет на посещение лесов. Возбраняются прогулки в лесу, разведение костров, проезд по территории лесных массивов на автомобилях. За нарушение запрета грозит административная ответственность и штраф от 25 базовых величин. Инспекция в рамках своей компетенции в данный период будет проводить рейдовые мероприятия совместно и с работниками МЧС. И при выявлении нарушений, предусмотренных данной статьей, а также разжигания костров в данное время, будут приниматься меры и нарушители будут привлекаться к административной ответственности. Лесные пожары наносят не только серьезный экономический вред. Страдает и лесная экосистема, на восстановление которой необходимы долгие годы. По прогнозам синоптиков, грядущие пасхальные и майские праздники будут солнечными и теплыми, и многим захочется выбраться на природу и отдохнуть. В условиях действующего запрета специалисты обращают внимание. Отдыхать можно в обозначенных и оборудованных зонах отдыха. Углубляться в лес категорически запрещено. Это значит, что, например, прогуляться в урочище Пышки по-прежнему можно, но только по асфальтированным дорожкам. Разумеется, запрет не продлится все лето. Однако в ближайшее время сильных обильных дождей не предвидится. О снятии запрета службы сообщат дополнительно. Лесники обращают внимание на то, что в лесах сейчас по-настоящему опасно и не рекомендуют ни в коем случае игнорировать запреты или пренебрегать предупреждениями. Очень сильный ветер, солнце, он, как правило, всю влагу в верхних слоях почвы высыхает. Верхняя постилка сейчас очень, лесная постилка очень высохла, она трещит под ногами. И достаточно даже бросить непотушенную спичку или сигарету, то может быть пожар. И, как правило, это так и случается. Редактор субтитров А.Семкин